В советской пропаганде в разные годы песня играла разную роль и это довольно интересная поучительная такая история про то как была придумана собственно говоря советская популярная песня одна исследовательница советского периода довольно известная мариата амаровна чудакова совершенно справедливо говорит что современная ностальгия по советскому союзу это в значительной степени ностальгия по советским фильмам и советским песням вот эти песни по которым испытывается ностальгия была придуман были придуманы собственно говоря тогда же когда была придумана советская культура вообще то есть в конце 20-х начале 30-х годов и до этому предшествовал период такого изобретения советской песни не очень удачный первые песни этого типа были связаны сразу с кинематографом это песня о встречном на музыка шостаковича и цикл песен из кинофильма веселые ребята с прекрасной музыкой дунаевского который стал одним из таких классиков советской песни в чем смысл этой песни как и смысл сталинского сталинской конструкции культуры вообще она не пыталась изобрести что-нибудь принципиально новая она пыталась привить ценности социалистического государства к уже существующим формам ценности социалистического государства были представлены лирикой словами а музыка в основном ориентировалась на устоявшиеся формы но там можно говорить о том на что ориентировалась музыка конкретно сейчас не будет у газданова автора совершенно другой культуры не соприкасавшиеся советской песней есть замечательное рассуждение о французских песнях его времени то есть 30-х годов он говорит о том что чудовищные слова растворяются в мелодиях минорных мелодиях это совершенно другая культура это не сталинская песня как нечистоты растворяются в водах большой реки вот примерно это происходило из советской песни только нечистоты не должны были растворяться они должны были если бывают кристаллы нечистот они должны были откладываться в сознании что обеспечивалось во первых действительно высоким качеством музыки и во вторых узостью репертуара это было не рыночная культура это была культура государственная государственная регулированная регулируемая и соответственно частотность повторения более или менее задавалась государством каналы по которым эти песни транслировались были не очень многочисленны это был кинематографка очень популярный искусственный искусство это было радио и это был это была грамм запись слушатель этой песни должен был во-первых подвергнуться такому мощному облучению этой песни а и в оптимальном случае он должен был сам ее запеть